Продолжение следует... Реализуется сразу пять федеральных проектов, и помощь оказывается людям разного возраста и социального статуса. Что меняется в республике, мы поговорим сегодня с нашим гостем. Это министр социальной политики и труда Удмуртской республики Татьяна Чуракова. Здравствуйте, Татьяна Юрьевна. Добрый день. В основном сегодня пойдет речь о поддержке многодетных семей. Есть ли статистика, сколько сегодня таких семей в Удмуртии? Да, в 2020 году количество многодетных семей увеличилось, и мы этому очень рады. Сегодня у нас 24 192 семьи, и в них воспитывается более 78 тысяч детей. Для сравнения, в прошлом году это было 21 992 семьи, 71 тысячи детей воспитывалось в этих семьях. То есть мы видим, что почти на 3 тысячи семей стало больше, и детей увеличилось почти на 8 тысяч. Сразу хочу уточниться, помощь оказывается только малообеспеченным семьям или всем многодетным? На какую поддержку могут рассчитывать многодетные семьи? Отрадно, что за последние 3 года у нас серьезная помощь начала оказываться не только многодетным, малообеспеченным семьям, но и многодетным семьям без учета нуждаемости. К примеру, несколько выплат или несколько мер, которые мы приняли в последние годы и планируем еще в 2021 году ввести новую меру, это то, что с 1 марта впервые в Удмуртской республике введена такая мера, как питание детей из многодетных, малообеспеченных семей в школах, бесплатное, 60 рублей в день на одного ребенка. И эта мера, я считаю, стала очень интересной, стимулирующей для многих многодетных семей, потому что к этому Удмуртская республика шла довольно долго. Более того, с 1 марта точно так же у нас появились льготы по налогу на транспорт, по налогу на имущество, появилась возможность за счет федерального бюджета на погашение ипотеки в размере 450 тысяч рублей. Вместе с федеральными мерами появилась возможность еще введения новых региональных мер. Вы знаете, что также с 1 марта 2020 года мы сейчас не учитываем выплаты ипотечные в доходе семьи, что тоже очень важно. Одно время мы отменяли эту меру, но главой Удмуртской республики было принято решение о том, что мы вернем эту меру, и почти 2000 семей за счет этого стали многодетными, малообеспеченными семьями, что тоже сказалось на том, что они начали получать большое количество мер. Вы уже сказали о льготных займах, земельные участки, я знаю, предоставляются также многодетным. Насколько востребованы вот эти меры поддержки? Меры очень востребованы. Конечно, каждой семье хотелось бы, чтобы полную сумму мер можно было получать, то есть полный пакет. Это и одновременно участок земли получить, и жилищный займ. У нас есть такие льготы на получение жилищного займа и безвозмездную субсидию. Но поскольку мер большое количество, у нас они все-таки идут альтернативные, то есть в альтернативном порядке. Либо семья соглашается на получение земельного участка, либо на получение жилищного займа, либо на получение безвозмездной субсидии. Она тоже оказывается семьям приоритетна тем, где 5 и более детей, и одновременно в Удморской республике у нас в каждом муниципальном образовании по одной семье могут получить такую безвозмездную субсидию в зависимости от того, какой метраж, какое количество детей в семье, на какое количество метров они могут рассчитывать. Поскольку эта субсидия, конечно, является безвозвратной. Вы уже упомянули отрадный действительно факт, что увеличивается количество многодетных семей в республике. Это ведь значит, что и увеличиваются расходы и федерального, и регионального бюджета. Расходы увеличиваются. Ну, к примеру, вы помните, что этот год 2020 был достаточно тяжелый в том плане, что, во-первых, долгое время люди находились на самоизоляции. В это время наши дети не учились, обучались дистанционно. И для того, чтобы использовать ту меру, которая была принята с 1 марта 2020 года в отношении многодетных семей без учета нуждаемости, главой было принято решение о том, чтобы в период самоизоляции можно было выдать продуктовые наборы детям, причем не только из многодетных семей, но и увеличилось количество категорий, которым эти продуктовые наборы были выделены. К примеру, на эту меру, как продуктовый набор, дополнительно в бюджете Удмуртской республики было предусмотрено 440 миллионов рублей. Это серьезные цифры. Более того, вы знаете, что мы смогли в этот период обеспечить продуктовыми наборами и семьи, доход которых ниже прожиточного минимума. До этого такой меры приняты не было. Поэтому мы считаем, что серьезные меры поддержки были в этом году оказаны не только многодетным семьям, а семьям, в которых воспитывались дети-инвалиды, и которые, к сожалению, имеют доход ниже прожиточного минимума. Важный очень момент. Сейчас упомянули действительно сложный период пандемии, когда действительно такая ситуация сложилась, что многие родители остались и без работы, и вот эта сложная обстановка прежде всего отразилась на семьях с детьми. Кроме этой замены бесплатных обедов на продуктовые наборы, какие еще дополнительные меры были оказаны многодетным? Дополнительно были поддержаны те семьи многодетные, в которых росли дошкольники. Когда до этого мы не поддерживали такие семьи. Вы знаете, что были выданы подарочные сертификаты от нуля до двух лет деткам через наше государственное учреждение аптеки Удмуртии. Помимо этого у нас были включены дошкольники и в раздачу продуктовых наборов. Были поддержаны беременные женщины из категории безработных и несостоявших в трудовых отношениях, малообеспеченных, со сроком беременности от 8 до 20 недель. Это от 84 дней до 210 дней беременности. Эта мера тоже была впервые принята по инициативе Государственного Совета и поддержана главой Удмуртской Республики с июня до 31 декабря 2020 года. Более того, была преднята такая мера, как продление без истребований документов мер в отношении выплат, в отношении многодетных детей и родителей в том числе. И сегодня, конечно, количество многодетных за счет этого увеличивается. То есть появляется такая, может быть, невозможность, а такой промежуток, когда, может быть, уже семья и не имеет права на какие-либо выплаты как многодетные, но поскольку продлевается срок этого периода, то у нас появляется, может быть, такое количество, некоторое количество многодетных семей, которые этим правом будут пользоваться. Татьяна Юрьевна, мы сейчас больше говорим вот все о мерах поддержки, такого материального плана, но очень важно, что Республика признает заслуги многодетных родителей. Я сейчас говорю о учрежденном знаке отличия, родительская слава. И, насколько я помню, в этом году рекордное количество многодетных родителей было награждено этим знаком. Да, у нас два знака есть в отношении многодетных родителей. Материнская слава и родительская слава. Знаком отличия материнской славы награждаются матери, воспитавшие пять детей и более, но сегодня мы уже и тех матерей награждаем, у которых три и более детей, ко дню матери, это 3 воскресенья ноября. И второй знак, который у нас также был учрежден в Муртской Республике, это родительская слава, где многодетные родители, воспитавшие пять детей и более, либо одинокие отцы, воспитавшие трех детей и более, награждаются этим знаком. Да, рекордное количество в этом году было награждено этим знаком. Нас это очень радует, потому что мы видим, что у нас увеличивается количество семей, в которых растут дети от пяти и более, приемные семьи, увеличивается количество детей в приемных семьях, что нас очень радует, потому что мы стремимся к тому, чтобы все-таки наши дети приходили в замещающие семьи, и чтобы эта мера для родителей была также приоритетной, чтобы люди не боялись брать в свои семьи детей, которые остаются, к сожалению, сиротами и остаются без родителей. Думаю, что и дальше мы будем продолжать награждать наши семьи, ко дню семьи родительской славы этим знаком отличия, и ко дню матери знаком отличия материнская слава, потому что само награждение ввельчет за собой еще и возможность получить такое звание, как ветеран труда. Конечно, к этому родители тоже стремятся. И вообще эта мера является не только предметом гордости для нас, но и стимулирующей, мотивирующей для многодетности. Национальный проект «Демография», как он будет продолжен в республике в следующем году? Есть ли уже планы и, может быть, какие-то новые меры поддержки появятся для многодетных? Да. Наряду с теми мерами, которые уже сегодня есть, это и налоговые льготы, и компенсации по услугам ЖКХ, и питание бесплатное, и бесплатное лекарственное обеспечение. Вы знаете, что у нас миллиард рублей был выделен в этом году, и мы планируем на этом же уровне на будущий год, где денежные средства. У нас появляется очень интересная региональная мера, о которой мы сейчас говорим. С 1 января 2021 года будет вводиться своеобразный материнский капитал. Семьи, где родится третий, последующие дети, смогут получить 240 тысяч рублей на первоначальный взнос по ипотеке, либо на строительство жилого дома, что очень важно для сельских семей. И мы надеемся, что уже 75 миллионов, которые будут выделены в следующем году через Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства энергетики Удмуртской республики, смогут обеспечить 300 многодетных родителей вот таким интересным своеобразным материнским капиталом. К этому мы долго шли. Главу Удмуртской республики было принято решение. Мы очень надеемся, что эта мера тоже станет такой мотивирующей для семей, для того, чтобы стать многодетной семьей и завести в семьях, где есть уже двое детей или больше, еще одного малыша. Что же, хорошая новость. Я предлагаю на этой позитивной ноте закончить нашу программу. Думаю, что очень хочется все-таки, чтобы максимум семей смогли воспользоваться вот этой новой мерой поддержки и обратиться к тем, что уже есть. Спасибо, Татьяна Юрьевна. Я напомню, что министр социальной политики и труда Удмуртской республики была сегодня у нас в гостях. Это программа «Право на счастье». Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok